Привет, это Reborn. Тут на канале Тим Тим вышел новый видосик, типичная ложь родителей, и это наконец-таки дни, короче говоря, по-моему, второй раз за всё время, что я смотрю Тим Тима, это видос, не связанный с этой рубрикой. Давайте посмотрим, надеюсь, будет всё-таки так же весело, как и обычно. Погнали. Привет, я спорю на этого динозавра, что в твоём имени есть хотя бы одна гласная буква. Так, в моём имени, если в коротком, две буквы, если в полном, наверное, ещё больше, а что вообще есть имена, у которых нету гласных букв, что-то сомневаюсь. А вдруг? Ну-ка, напишите им, есть ли такие имена, может быть, у вас оно такое? Про родителей. Короче, я тут недавно задумался. Спасибо, я... Неужели такое бывает? Хорошая у него самая ирония. Спасибо. Я задумался и понял, что родители нам частенько врут, особенно, когда мы совсем маленькие. Если честно, я не помню, как это ты выяснил? Ты чё, помнишь всю свою жизнь? Как будто за идиотов считают, честное слово. Например, едет... Как бы ты был идиотом, я был идиотом, я и сейчас идиот, ну да ладно. Ты с ними куда-то. Мам, сколько ещё осталось? Эээ, 5 минут. А, ну ладно. На самом деле, осталось в лучшем случае 3 часа. Зачем? худшее в этом то что через полчаса тебе опять скажут еще пять минут а мы как придурки в это поверим но это ну потому что детский мозг такой че как ну что ж ты что-то еще сделать было раньше сейчас то у всех мобильники и все родители вы как бы у того чувака тоже был мобильник ничего усилия мам почему ты сказала что осталось пять минут мой гаджет а и туалетная бумага говорит что осталось минимум два часа а чё тогда спрашиваешь если все знаешь подожди сынок ты меня не так понял вру не ты стран теперь это самое нужная ложь ведь в ней нет никакого смысла но есть смысл чтобы ребенок успокоился эти такие моменты когда я подошел и ребенку скажешь три часа он начнет капризничать ну вот тебе и смысл и что ложь оправдана когда нам вру чтобы защитить наши нежные чувства например когда твой питомец умирает у всех были какие-нибудь домашние животные в детстве или иной причине они рано или поздно умирали такова жизнь и когда ты еще совсем маленький это может стать очень травмирующим опыт да было такое не буду рассказывать это очень грустно там поэтому от того как если хотите могу на стриме рассказать ну лучше не стоит я буду плакать поведут себя в этой ситуации родители зависит очень многое мам что случилось с моей рыбкой я ее съела к твою рыбку летел на небеса а да на небеса но не беспокойся она на рыбих небесах рыбий небеса такое она там со своими рыбими друзьями родителями и все они в огромном море где можно круглые сутки ты сказала небеса какое более плавать и нырять она очень счастлива сынок это очень приукрашенная правда а приукрашенная правда это попросту говоря еще раз ложь а врать плохо но это все же лучше чем сказать следующее твоя рыбка сдохла и смыла в унитаз мам где моя рыбка и и собака съела а всего-то всему хоть раз делали что-то плохое когда были детьми играешь не я думал в мячик и твоя мама говорит осторожно не разбей ничего это я разбил мячик такой не разобью мам и продолжаешь себе спокойно играть и тут бам что-то ломается проходит время этого не замечает ровно до того момента как твоя мама наконец находит то что ты сломал михайлов александр артемович артем ты это сломал нет что это ты хоть покажи нормально не шатая и может это я сломал не я не что это чё это такое это тюбик чё это крышка дезодорантами но это не я точно дачуете такой да это реально крышка дезодоранта ложь и если твоя мама когда-нибудь тебе скажут скажи правду я не разозлюсь поверь мне еще того же да если скажешь правду что это был ты я обещаю я не буду злиться я просто тебя пинаю ну ты понимаешь да чё она взяла бейсбольную биту объебил ладошкой какая-то такая себе логика ну ты же сказал что ты не будешь злиться она не злиться бит это вход не пошла а я и не злюсь она слышит обычно подростки это тот возраст когда хочется гулять тусить ходить на вечеринке детей под маргинштерна ну и так далее нет обычные такие развлечения подростков и москвитерная опять куда-то намылилась мама хватит и никогда не даешь мне нормально провести время как ее зовут которые с буратино ты на вечеринку а как же учеба мальвина ты скучная каждый день по тусовкам шляет а ты прям в моем возрасте была святая конечно я была очень хорошей какой стоп-кадр конечно я была очень хорошие у нас были другие вечеринки да практически святой конечно мать тебе скажу какой она была вся из себя хорошей иначе что например она подаст если скажут меня в койку уложить было проще чем два и два слов уложить нет ее долг сделать так чтобы ты была лучше хотя бы чтобы тебя уложить было труднее чем таблицу умножения решить а в смысле решить ее должны знать наизусть зачем ее решать все мы хоть раз в жизни говорим неправду особенно в детстве и будь то небольшой обман или большая лопа моему как раз таки во взрослой жизни люди чаще говорят неправду родителям это конечно не нравится и лучшее что они догадались сделать дабы отвадить нас от лжи это врать нам типа как тебе говорят каждый раз когда ты врешь в мире умирает один щеночек да он и так умирает когда я как хочешь что-то говорю типа какая разница хоть правду хоть неправду это же просто ужас многие в детстве ведь верят во все что говорят им родители но будем че как это это же правда немножко только как это с ложью это все было раньше сейчас уже так не делают теперь чтобы ребенок не врал родителям приходится говорить что-то типа этого ну вот хватит врать нет а нет и дыра ответ знаешь что каждый раз когда ты врешь умирает один из битес неужели столько много и все проблема решена есть еще одна родительская ложь с которой я в общем-то согласен она служит для поднятия самооценки ребенка например когда мы были детьми и рисовали и после но это так классно получается на самом деле нет 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 говорите правду потому что ребенок будет думать что он рисует красиво на самом деле это уродство будет продолжать делать то же самое уродство а ребенок должен быть должен совершенствоваться так что не врите вот особенно в таком и кропотливой работы приносили эти рисунки родителям папа посмотри что я нарисовал я доверял живу а как мило как красиво рисунок мог быть хуже чем чих при поносе твои родители все равно восхищались все что ты делаешь для родителей повод порадоваться кого волнует что твой ребенок может и не самый талантливый и рисунки просто не чё за звуком получаются ведь самое главное это ваша любовь к нему они его таланты папа тебе нравится мой рисунок вы имя прям мурашки побежали нет но нет на самом деле в такие моменты надо говорить мне очень нравится но давай проведем работу над ошибками долбаный неудачник очень классный видос мне очень понравился но это реально жижа жижа жи за жизная если у вас было такое же напишите об этом в комментариях вообще можете подписаться на канал и лайк под видосом поставить но с вами как всегда был ребор всем спасибо за просмотр всем пока